Новосибирский Монте-Кристо, 2000 год. Россия звание графа Монте-Кристо получил от журналистов Евгения Печенкин, осужденный на 9,5 года неволе за аферы с квартирами. В исправительном учреждении УВ-91-3 Новосибирска Евгения как строителя по образованию назначили начальником стройки рядом с зоной и дали ему под начало 120 изеков. Из этого числа Печенкин отобрал двоих, умеющих держать язык за зубами, и посвятил их свой план декства. Те предложения о подкопе восприняли с энтузиазмом и ради свободы потрудились на совесть. Всего за 4 месяца Печенкин и двое его помощников прорыли из строительной бытовки 113-метровый тоннель за ограждение. Главное в подкопе – незаметно вынести вырытую землю. Вокруг бытовки шла стройка, а потому заговорщики выносили ее ведрами и использовали для замешивания раствора. Тюрьма подкоп получился отличным инженерным сооружением. Сначала зеки сделали лаз на 5 метров вниз, чтобы обойти защитные сооружения. Затем около 100 метров прорыли параллельно поверхности и, наконец, в завершение, на 8 метров вверх, чтобы выбраться на поверхность. Прорытые метры Печенкин скрупулезно отмечал мелым и высчитывал. Первые 10 метров они подпирали от обвала листами фанеры. Потом дело пошло проще – началась глинистая почва. Правда, последние метры Евгений Иванович преодолел в одиночку. Натура мошенника проявилась и на сей раз. Перед наступлением Нового года он велел своим помощникам приостановить работу, чтобы спокойно отметить праздник. Те согласились, а Печенкин 31 декабря 2000 года нырнул в подземный ход и выполз уже на неохраняемой территории. В 2002 году Евгений попался на очередной афере и вскоре вновь оказался на зоне. Причем с довеском к сроку в 2,5 года за побег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова